Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. И во что бы то ни стало, сегодня у нас состоится с вами кулинарный влог. Кушать я все равно не перестал. А значит, как бы мне тяжело не было, я все равно сделаю видео, что я себе решил приготовить. Да, салат будет простой, но их будет два. Один я сделаю, так как его уже давно не делал. Это будет салат у нас из свеклы с чесночком. Все, наверное, вы его знаете. Очень полезный, вкусненький салат, но жаль, что он идет с майонезом. А второй салат я еще ни разу не делал. Я хочу проэкспериментировать и сделать еще салат с курагой. То есть свеклу сделать с курагой. Но как раз-то этот салат будет более полезен, потому что он будет с подсолнечным маслом. Но прежде чем я начну свой кулинарный влог, я вас хочу, друзья, поблагодарить большое. Большое вам спасибо за вашу поддержку. Но вот сегодня я себя с утра чувствую намного легче. Температуру вроде бы нету, но очень сильно заложен нос. Есть немножечко кашель. Пью все, что вы там прописали, то, что я знаю. До вечера посмотрю, что будет вечером, какое-нибудь состояние. Созвонюсь со своим личным врачом. Может быть, что-то будем делать дальше. Может быть, все это пройдет. Ну что, друзья, давайте начнем. Давайте начнем с нашего... Я надеюсь, что с вашего тоже любимого салата. Очень простой салат. И сегодня, вы знаете, сегодня у нас такой кулинарный влог по болтушке. Мы сегодня с вами больше всего, наверное, поболтаем, поговорим обо всем. Итак, ну что, мне надо оставить, наверное, вот эту вот свеколочку я оставлю, а эту я всю натру. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментарии, а какой ваш самый любимый салат, какой салат вы чаще всего готовите. И готовите ли вы свекольные салаты. Я вот, в принципе, не очень их люблю. Ну, наверное, селедка под шубой, да, самый, наверное, такой популярный салат среди всего подсоветского пространства. Вот, ну вот я привык, что селедка под шубой это какой-то новогодний салат. Но, тем не менее, я его все равно периодически делаю и в такие обычные дни. Вы знаете, на днях хотел сварить картошку с селедкой, поесть. Думал, что у меня есть в заморозке селедка, а на самом деле у меня ее не оказалось. Так, ну что, посолим это по вкусу. Я еще обычно потом добавляю соль, чтобы не пересолить. И майонез. Кстати, майонез, друзья, недавно ходил в светофор. В светофоре был вот такой майонез в Хайвик. Друзья, блин, так сильно хотел снять обзор, что я купил в светофоре. Ну, что-то, знаете, как-то вот не легло. Не было какого-то такого настроения, что ли, для съемки. Вот такое вот бывает. Такое бывает. Ну, что сделаешь? Так, майонезико добавили, если что, еще добавим попозже. Ну, что, чеснока, наверное, вот этого зубчика хватит. Я почему-то два сделал. Не знаю, друзья, посмотрим. Лучше добавить, да, потом, чем сделать много. Друзья, напишите, ну, как у вас вообще настроение, как у вас дела? Если у меня самочувствие будет улучшиться, Сами знаете, да, вот сейчас с утра самочувствие хорошее, А под вечер может подняться температура. Ну, вчера вот не было вообще у меня настроения. Ну, когда вышел обзор, и вы начали мне писать ваши слова поддержки, Знаете, очень приятно. Если честно, конечно, у меня поднялось настроение, Но уже до обзора, конечно, не было ни возможности, ни времени. Поэтому спасибо вам большое. Это, еще раз говорю, это на самом деле очень-очень приятно. Вы уже, наверное, знаете, стали мне как друзья какие-то виртуальные. Ну, что уж греха таить, мы же с вами виртуально больше всего общаемся. Вот, ну, вот иногда делаю такой салат, друзья, очень простой. В принципе, в охоточку он у меня всегда хорошо залетает. Ой, ой, друзья, обаяние не потеряно. Я надеются, что я не короной заболел во всех смыслах этого слова. Ну, что, один салатик мы с вами приготовили. Теперь самое интересное, это второй салат. Это второй салат, как раз-то он у нас тот салат, который я еще ни разу не делал. Это у нас будет салат с курагой. Очень сильно волнуюсь, потому что мне интересно, что из этого получится. Так, раступись, народ. Чесной. Так, вы знаете, здесь я решил, курагу я не натру на терке, поэтому я буду резать свеклу кубиками, потому что курагу я нарежу кубиками. Я периодически смотрю в камеру, видно ли, как я режу. Друзья, ну, я знаю, что вы очень часто просите, чтобы я делал в конце видео выкладку, да, как красиво можно оформить блюдо. Ну, друзья, ну, я очень, конечно, надеюсь, что я скоро войду в колею и буду улучшать, улучшать свой контент, делать все красивее и красивее. Вот. Что еще хочу сказать, раз уж мы с вами немножечко сегодня говорим. Вы знаете, это неделя опять, неделя испытаний. В начале недели опять были хейты. Опять мне писали негативные сообщения. Угрожали, друзья, даже угрожали, то, что скоро какая-то там блогерша выпустит про меня видео, что она там будет снимать, я не знаю. Я эти сообщения удалял, потому что они мне неинтересны. Ну, мне очень приятно, что про меня будут снимать видео. Скорее всего, это видео будет хамское. Ну, что сделать? Я уже говорил вам, да, что... Вчера я вам говорил в рубрике «Вопрос-ответ», то, что обычно видео снимают про популярных людей. Ну, и даже плохие видео тоже снимают. Смотрите, как красиво. Красиво же? Красиво. Я надеюсь, что и будет вкусно. Вообще, сочетание кураги со свеклой, мне кажется, должно сочетаться. Должно, но не обязано, друзья. Ой, курагу что-то я размочил. Да, кстати, хотел сказать, что курагу перед салатиком надо ее хорошо тщательно промыть. Я обычно это делаю в очень горячей воде. И потом еще ее размачивать. Ну, вот какая тут... Какая-то курага вялая. Друзья, попался. Ой! Я ложечку съел салатик свекольного с чесноком. И прям во рту. Ля-ля-ля-ля, друзья. Ля-ля. Ой, ну что. Вот, сейчас я помою руки, руки, ноги и будем перемешивать салатик. Ложечка. Вот, друзья, вот такое вот сочетание. Я не знаю, мне кажется, что должно быть очень даже интересно. Но я люблю экспериментировать. И заметьте, да, что у меня получается. Что я иногда так делаю. Вот я делаю салат, да, и думаю, а что бы еще такое попробовать сделать параллельно. Ну вот сюда бы, конечно, можно было бы еще кунжута добавить. У меня кунжута, по-моему, нет. Я смотрел, вроде бы и нет. Ну ладно. Мы будем делать по-простому. Добавляем сюда масло. Один у нас салат будет майонезный. Один будет... Ну, кстати, я видел, что с черносливом, с черносливом такой салат делают чаще. Да, наверное, с курагой, я не знаю. Я ни разу ни у друзей, ни в кафе где-то там не видал вот это вот сочетание, чтобы курага была со свеклой. Кстати, ну можно было побольше, да, добавить кураги. Ну ладно. Не буду уже размельчать. Так, я не стал солить. Я не стал солить. Ну давайте попробую, скажу вам первое впечатление. Ну вот, вроде бы взял, да. Ух ты! Друзья, очень даже прикольно. Свекла. Свекла она сама по себе сладенькая, да? Курага тоже. Она такая сладенькая. Ой, вообще классно. Мне, знаете, мне очень даже понравился. Ну вот, видите, только что, можно сказать, практически в прямом эфире мы с вами изобрели колесо. Ну, может быть, кстати, это и не изобретение. Может быть, уже кто-то и делал такой салат. Надо посмотреть. Ммм, друзья, ну клево. Очень клево. Я прям вам вот рекомендую. Ой, друзья, не могу. Не могу кушать, потому что нос заложен. Я уже капал его. Нос уже прокапывал. Но боюсь, что от этих препаратов могу подсесть. Поэтому надо сейчас пойти. Вы знаете, что я делаю? Чтобы не присесть на вот эти препараты, я нос промываю солевым раствором. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился мой сегодня кулинарный влог. Очень простое такое видео. Но, тем не менее, надеюсь, что у меня получилось вас удивить. Потому что, наверное, не каждый делает салат из селедки. Тем более, вот такие два абсолютно разные салаты по вкусу. Абсолютно. И абсолютно, согласитесь, очень легкие и простые. Я думаю, что каждый может их приготовить. Ну что, как всегда, я жду ваших отзывов по традиции. Напишите мне, какой салат из этих вы все-таки делаете, какой не делаете. Ну и как я в начале видео говорил, напишите, а вообще самый любимый ваш салат. Я, наверное, выберу тот салат, который я не делал ни разу из ваших. И его попробую воплотить в реальность жизни. Ну что, друзья, я надеюсь, что к выходным дням я отойду. Розыгрыш обязательно состоится. Друзья мои, дорогие мои, любимые мои подписчики. Еще раз большое спасибо вам за вашу поддержку, что вы поверили в меня, поверили в себя. Поэтому конкурс состоится. Мы с вами разыграем сразу два набора, два аромата. Поэтому, как и обещал, все обязательно это будет. Если не в выходные дни, то на следующей неделе 100%. Ну и не забывайте, что наш конкурс продолжается. И в ближайшее время ждите новых-новых конкурсов. Ну что, на этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это небольшое видео до конца. До встречи с вами в следующем кулинарном влоге. Пишите ваши рецепты. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»